Представители посольства Республики Корея в России, трех российских и пяти корейских организаций, работающих в сфере науки, в рамках первого корейско-российского семинара, прошедшего в САФУ, обсудили биологическое разнообразие, энергетику, а также экологические проблемы Арктики. Есть одна польская пословица, которая гласит, что гость за час увидит Польшу, чем хозяин за год. И действительно, присутствие исследователей из других регионов позволяет обогатеть наше представление о том, что такое Арктика, а с другой стороны, дополнить наши сведения и нашу информацию теми исследованиями, теми результатами, которые проводятся в международном кооперации. Нет пути назад. Мы должны сейчас понять последствия изменений, которые сегодня происходят в Арктике. Мы должны объединить усилия для решения этой монументальной проблемы и сделать это вместе, как одна страна. На первой сессии семинара ученые двух стран обсудили проекты в области исследований по сохранению разнообразия видов животных и растений, ландшафтов и экосистем. В своих работах корейские микробиологи большое внимание уделяют изучению микроорганизмов, обитающих в Арктике. В вашем университете много оборудования для исследований химического загрязнения Арктики. И только микробы могут разрушить эти антропогенные загрязняющие соединения. В 2002 году Республика Корея присоединилась к Международному арктическому научному комитету и начала проводить исследования на станции Досан на Шпицбергене. В 2009-м Южная Корея построила свой первый ледокол Аарон, который осуществляет научно-исследовательскую деятельность в Северном Ледовитом океане. Главным научным учреждением, занимающимся проблемами Арктики, является Корейский институт полярных исследований, который успешно сотрудничает с Норвегией в области изучения высоких широт. Большой интерес ученые проявляют и к изучению российских арктических территорий. Я хочу расширить область своих исследований. Если раньше я концентрировался только на свальборде, то теперь хочу изучать российские высокие широты. Вторая сессия семинара была посвящена исследованиям в области альтернативных источников энергии и биотоплива. Корейские микробиологи представили проект использования арктических микроорганизмов для получения энзимов – катализаторов, способных ускорять химические процессы для получения энергии. Мы используем энзимы для производства биодизеля, которые можно эффективно использовать в Южной Корее и в России. Мой проект полезен для обеих стран. Мы ищем возможность тесного сотрудничества с учеными САФУ, чтобы найти новые энзимы в этом регионе. В рамках семинара между САФУ и Корейским полярным исследовательским институтом было подписано соглашение о намерениях, которое предполагает организацию стажировок для российских и корейских студентов в исследовательских учреждениях двух стран и проведение совместных научных исследований. В частности, это как раз исследование в области влияния мерзлоты на появление новых видов бактерий. У нас проект в университете проводится близкой тематике, как изменения климата влияют на вот эти процессы. Ну а также, конечно же, исследование ДНК и расселение видов в Арктике. Одно из ключевых выступлений семинара было посвящено теме взгляда на науку и развитие высоких широт с точки зрения неарктических стран. Это не только использование логистических возможностей Северного морского пути и заинтересованность корейских инвесторов в разработке и добыче природных ресурсов в этом регионе, но и строительство морских нефтяных платформ и высокотехнологичных судов с оборудованием высшего класса. Кигам строит новое судно геофизической разведки, очень хорошее. В России много нефтяных и газовых полей вблизи корейского полуострова, и мы могли бы сотрудничать в этой сфере. Также корейских коллег интересуют вопросы изменения климата и экологической безопасности арктического региона. Ведь не зря Арктику называют кухней мировой погоды. Океан, лед и перемещение воздуха определяют погоду не только в Арктике, но и за ее пределами. И мы отправляем наше исследовательское судно в Северный Ледовитый океан каждый год. Это хорошее научное судно, но это еще и отличная платформа для международного сотрудничества. Мы приглашаем ученых из разных стран и с большим удовольствием примем ученых из России. В свою очередь, корейских коллег пригласили принять участие в экспедиции научно-образовательного проекта САФУ Арктический плавучий университет для изучения территории Русской Арктики и обмена исследовательскими данными и научными наработками двух стран. Анатолий Самсонов, Дмитрий Коротов, Анжелика Долинина, Медиа-центр САФУ Арктический мост.